В составе петербургской делегации ветераны войны и труда, те, кто пережил блокаду Ленинграда, кто в непростое военное время работал в тылу, кто поднимал и развивал страну в послевоенные годы. 17 человек, они посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость», возложили цветы к вечному огню, отдав дань памяти священной земле цитадели и ее героям. Сразу после торжественного митинга в конференц-зале Музея обороны у всех участников дружеской встречи была возможность пообщаться, поделиться воспоминаниями, а также обсудить насущные вопросы, актуальные и злободневные для городских организаций ветеранов, темы взаимодействия структур, обмена опытом, перспектив дальнейшей работы. То, что мы это мероприятие проводим на земле Брестской крепости, это очень символично, потому что это говорит о том, что живет и борется Брестская крепость, продолжает бороться за память, за память о тех, кто погиб, ее защищая. Она, сотрудники Брестской крепости, неустанно повторяют о том слова, что кто воевал, кто побеждал, кто, не жалея жизни, сражался за свободу нашей Родины. Визит представителей ветеранской организации Невского района Санкт-Петербурга в Брест не первый. Прочные отношения городов-побратимов поддерживаются и развиваются с каждым годом, становясь только крепче. Общая, богатейшая на события история, духовные принципы и ценности, социальное и культурное наследие – вот то, на чем строится активный белорусско-российский диалог. Вот я первый раз сюда приехал 10 лет назад, было 60 лет Великой Победы. Я плакал. Почему? Потому что эта земля, она облита кровью. Память вечна, почитание священно. Не забывать о воевавших героях, солдатах, павших на боях в сражении войны. Вот долг и обязанность благодарных потомков. С каждым прожитым годом ветеранов в городе над Богом, к сожалению, становится все меньше. Сегодня их всего лишь 292. Для меня эта встреча считается чуть ли не с родными людьми. В локадники Ленинграда приехали. Это уже не первый раз. Еще лет пять назад. У них очень сильная организация. Они нас тогда приглашали. Мы ездили на автобусах туда. Принимали нас очень хорошо. Связи старые. Ну и получается, что не только остается поблагодарить, что в Белоруссии также участвуют блокадников. Встреча ветеранов городов-побратимов способствует укреплению отношений между государствами, развитию активного диалога в деле решения насущных и актуальных вопросов. К слову, Брестская городская организация Совета ветеранов вскоре также посетит Санкт-Петербург с ответным визитом. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.